Арджижель начал писать свою историю в 2003-м. За годы изменилось многое, но теплая атмосфера и высокий профессионализм остались неизменными. Сейчас, кроме как бренд, пленер не называют. Кстати, древний славянский бог подземного огня дал имя фестивалю. С этим связана и тема – фольклор и мифология в искусстве современной керамики. В 2021-м праздник – 17-й по счету. Столько же дней участников. Это символично. Поглядите, какое тут прогожее место. Сосны, лес, вода, березина. Это все и натхняет, и допомогает, и спрыгает. Тут можно шмат подбирать слово. Вертается. Вельми шмат мастаки, которые удельничают уже у нас не первый год, и насюда вертается, и ходжете вертаться. Обжиг-шоу – самая зрелищная часть пленера. Со всей страны съехались не только ценители искусства, но и обычные зрители. Люди преодолели сотни километров ради нее. Фигуры созданы руками Валерия Колтыгина, отца-основателя проекта «Арт Жижель». У керамицы творчая праца, она завсюду связана с тем, что требует працевать в неких технологиях с опалами. Ну, это как бы мини-предприемство. Обжиг последних работ завершился днем, прямо перед началом шоу. К слову, условия создания нестандартные. В трех небольших горных в самом сердце мастерской под открытым небом. Мне подобается тут все. У меня не колоссальный опыт, я кого не было, но заявился. Я познакомилась с разными опалами, керамика раку, дымление, восстановление. Я такое ведала. Я керамист по образованию и приезжала в позапрошлом году как гость, а в этом году уже как участник. Потому что, в общем-то, этот фестиваль уникальный, и в Беларуси он единственный, наверное, международный. Приезжают люди со всего мира. После долгого томления гостей и участников пленера организаторы снимают горячие слои фольги и огнеупорной ваты. На всеобщее обозрение предстает уникальный керамический проект. До появления на публике лесовик 7 часов простоял в самодельной печи. Каждый керамист оставил на фигуре свой отпечаток. Уникальный узор. Финальный аккорд – выставка искусства живого огня, которая сегодня открылась в художественном музее. Здесь представлены работы лучших керамистов из шести стран – Грузии, Белоруссии, Молдовы, Перу, России и Украины. Увидеть произведение можно до конца сентября с 10 до 19 часов. Выходные – понедельник, вторник. Затем скульптуры отправятся в Могилев и Минск.